Для Девы вовлечённое гадание на август уже начался, друзья, самое время нам о нём с вами поговорить. И я назвала это гадание именно так, вовлечённое гадание, потому что рассчитываю на то, что... Ну, рассчитываю вас вовлечь и вовлечься сама. Что значит вас вовлечь? Я хочу, чтобы вы это гадание смотрели не просто как развлекательную программу, а чтобы вы задавали ваши вопросы, чтобы вы примерили это пророчество о судьбе буквально как новое платье на себя, вы примерили на свою жизнь. Поэтому я вас прошу слушать внимательно и, может быть, где-то включить воображение даже вам придётся. Ну, карта, да, сложноватая. Выбрала для вас татару оппозиции. Почему сложноватый? Потому что здесь мы их и прямыми смотрим, и перевёрнутыми. Иногда вообще нам непонятно, где карта прямая, где перевёрнутая. Но это, поверьте, качество гадания нисколько не портит и не должно вас смущать. Расклад на 12 домов гороскопа – это прекрасная возможность увидеть всё полотно, целую картину вашей жизни буквально за один расклад. У нас одна карта в центре – это общая как бы погода, периода погода месяца. И другие карты – это уже дома гороскопа, это уже рассказ про… точечно про самые разные области вашей жизни. Ох, ну, пожалела сама, и вы сейчас пожалеете, что я эту колоду выбрала, конечно. Потому что это нечто. А ну, тем не менее, мы же не ищем лёгких путей. Так, начинается всё с общая температура месяца. Общий совет, общий предсказание. Двойка до пентаклей перевёрнутая вам выпадает. То есть прямая карта говорит, всего хватит. Категорически прямая, да, говорит, всего хватит девам в августе. Денег, здоровье, сил, настроение, как угодно, да. Соответственно, всё просто. Когда карта переворачивается, она предупреждает вас о том, что чего-то не хватит. И вы будете готовы к тому, что вам нужно будет всё-таки какие-то ресурсные дыры, да, закрывать. Проще всего представить это в деньгах. То есть может просто банально не хватит денег. Но это, кстати, кричащее и для многих своевременное предупреждение, да. Может быть, вам просто поужаться как-то в расходах. Может, вы переставите там разбрасываться на шампанское, на устриц. Вот это всё, как вы привыкли, да. Чтобы вам потом вот не столкнуться с каким-то дефицитом, но небольшим, кстати. Ничего тут такого прям катастрофического нет. Далее ваш первый дом. Здоровье, то, как вы выглядите. И то, как вы себя чувствуете. Как вы таланты свои, так сказать, раскрываете. Нравитесь себе или нет. Перевёрнутая колесница. И здесь немножко двояко. Двояко карта у нас толкуется. Потому что она обещает вам нестабильность. Плохо, да, звучит как-то вот. Нестабильность, потому что вот нестабильно. Нестабильное здоровье. Нестабильно вы не всегда, не каждое утро себе нравитесь в зеркале. Вот какая-то нестабильный вес может быть, да. Что тоже девочек часто беспокоит. В общем, много-много-много разной нестабильности. А когда карта переворачивается, предсказание усугубляется. Но для некоторых и, наоборот, стабильность тоже неприятна. Иногда ведь и стабильный вес, например, стабильно большой, это тоже сильно плохо. Потому что хочется, чтобы он вздвинулся с какой-то точки. Поэтому перевернутая колесница, ну, так не сильно позитивно трактуется. Да, это все-таки вот ощущение какой-то не совсем фиксированной почвы под ногами. Особенно, наверное, кстати, карта плохая для тех, кто ищет себя. Для тех, кто, например, ищет, куда бы пойти учиться, какие таланты в себе еще раскрыть. Вот это все касается каких-то моментов, что-то вроде экстренной самореализации и так далее. То есть никак-никак не находится точка опоры. Понимание, что же мне сделать. Даже на каком-то примитивном уровне перевернутая колесница может обозначать поиск имиджа, например. Это эксперименты с внешностью, которые нужного результата не приводят. И при этом по этой же причине их очень сложно остановить и прекратить, и завершить. Карта предупреждает, не становитесь жертвами пластических хирургов нерадивых. Особенно, вот. Зато, хотела сказать, зато, ну ладно, да, скажу зато. У девы достаточно хорошо все с деньгами. По крайней мере деньги будут приходить. У вас включается какая-то алчность, какая-то жадность. А это невозможно, вы понимаете, да, когда доходов мало, например, или когда их совсем нет. То есть это четверка Пентакли. Это, правда, крупная денежная карта в колоде. Это хлопот о деньгах. Это какие-то суммы, которые вы, ну вот, именно у себя оставляете, так это скажем. Да, это может быть и излишки зарплаты, например, которые скапливаются у вас в заметный какой-то такой капитал. Карта советует и покупки какие-то такие долгосрочные, серьезные, с инвестиционными целями. Карта советует, кстати, да, и жадничать, и копить, и не разбазаривать деньги, и как-то, в общем, с умом подходить вот к этим своим капиталам. Ну, правда, эта четверка Пентакли перевернутая выпадает у вас, перевернутая. То есть вы можете столкнуться, вообще в своих денежных делах, столкнуться с жадностью чьей-то, когда вам недоплатят, недодадут. Не совсем вот все сорвется, например, сделка какая-то, а вот, ну, именно недоплатят. Вот. Можете столкнуться, что хуже, с жадностью какой-то собственной. Иногда из, ну, для этого нужны соответствующие соседние карты. Четверка Пентакли – это проблемы из-за собственной жадности, трудности. Кстати, тоже очень своевременное, серьезное предупреждение. Из-за жадности, знаете, перевернутая четверка Пентакли – это, например, потери из-за неразумной, лишней экономии. Сэкономили, например, купили что-то подешевле, а оно, как водится, развалилось, да и, в общем-то, и вы пожалели. То есть тут какую-то жадность в меру проявлять нужно будет и так далее. Далее. Ваша повседневная жизнь, скорее, повседневные контакты. Вот есть ли у вас трудности, связанные с друзьями, коллегами, с общением, с любыми людьми, с которыми вы каждый день здороваетесь и за столом сидите. Есть ли у вас такие трудности? Если нет, то будут. Потому что шестерка мечей выпадает. Это вам перемены в повседневной жизни вас ждут, перемены в окружении, то есть круг друзей, круг знакомых меняется, коллеги могут меняться по разным причинам. И вы можете работу поменять, но это и, может быть, просто кто-то, наоборот, поменяет работу, поэтому у вас другой состав коллег какой-то вокруг. То есть перемены без плана, без вашего, то есть без вашего разрешения, тем более без вашего участия это всё происходит. Хотите вы того или нет, но вот этот вот калейдоскоп, лица вокруг, повседневный, меняется. Но вот интересно, что карта, если переворачивается, то она может как раз такие перемены исключать. Но, но вас почему-то и это не радует, потому что план был другой, например, чтобы поменялось, а оно не меняется. Не могу сказать, что это всё как-то судьбоносно и крупно, потому что это всего лишь третий дом, то есть повседневная жизнь, это перемены, которые, ну, таких факультативных вещей касаются, не базовых жизненных вещей. Но, тем не менее, вот, будьте готовы к тому, что здесь рок работает, какая-то судьба, и немного вас это всё тревожит. Домашние дела, дома. Обратите внимание на что. Дома, близкие родственники, дом, близкие родственники, недвижимость, квартира, покупка, строительство квартиры, даже ремонт. Это всё в четвёртом доме. Это всё для вас будет семёрка мечей. Семёрка мечей про крупные какие-то жизненно важные вещи не говорит, но она придаёт всему происходящему лёгкий налёт интриги. Вот представьте. То есть вас ждёт нечестность какая-то, вот, в жилищных делах, например, или в каких-то жилищных спорах. Вас ждёт нечестность, ну, не знаю, бригады строителей, которые вам делают ремонт, или нечестность со стороны застройщика, который дом вам строит. В общем, вам придётся столкнуться вот с такой тайной, не слишком большой, но, тем не менее, неприятной. И это касается именно дома, движимости и родственных отношений. И вот это, наверное, было бы самым неприятным, болезненным, да, родственные отношения с близкими родственниками. Семёрка мечей обозначает неискренность, поэтому в самом, наверное, ну, как бы худшем драматическом проявлении карты предупреждают деву, что дома, у вас дома кто-то будет неискренним, а может быть, это вы сами. Есть некая интрига, есть некая какая-то недоговорённость между родственниками. Вообще, Семёрка мечей описывает, ну, мы тут тоже, как бы, соседние карты не достаём, поэтому довольно ограниченное толкование, когда одна карта. Семёрка мечей описывает вообще разные, вот, скользкие ситуации. Знаете, такие спорные ситуации, которые вот прямыми разговорами, прямым каким-то текстом и с однозначно добрыми намерениями не решишь. Это время, когда нужно всё-таки хитрить, и, опять же, может быть, даже в отношениях с близкими родственниками нельзя действовать прямо. И это подсказка для вас, да. Любая проблема, которая у вас с домом, с семьёй, с родиной связана, и с квартирой, например, с недвижимостью, требует очень хитрого, изощрённого решения, подхода, зайти с тылу, это называется. Ну, и мы добрались до любви. Для любви вам предлагается следующий персонаж. Кстати, в этой сессии гаданий на август у всех портреты в пятом доме, у всех. То есть это какой-то массовый, повальный, такой романтический месяц будет. Девам предлагают карты кого? Рыцарь мечей. Да, рыцарь мечей. Это воздушный персонаж часто, то есть мужчина, у которого солнце в воздушном знаке, в близнецах, весах или водолей. Или, что часто замечают, Венера в каком-то воздушном знаке. Человек достаточно молодой, и может быть он разным. Но тут из основного сказать так, что он умный, воздушный человек. Умный, беспокойный, может быть такой немножко дерзкий и капризный, много требует внимания. Но тем не менее, тем не менее, всё равно это портретная фигурная карта. Одиноким девам обещает знакомство, и неодиноким девам обещает какую-то активность со стороны мужчины. Предлагает ли рыцарь именно мечей прямо вот любовь, в прямом смысле какую-то откровенную? Может быть и прямо, и нет. Может быть прямо, и нет. Пока мы, если это начальная стадия знакомства, человек привлекает ваше внимание или навязывает своё. Что, ну в общем, тоже неплохо. Но вообще рыцарь мечей, ещё всё-таки я вас должна предупредить. Тем более он уже перевёрнутый выпал. Да, я немножко это так проигнорировала, положение карты. Он выпал перевёрнутым. То есть с не лучшими проявлениями, или чересчур всё это проявляется, вышеперечисленное. Всё равно это ещё очень крупная конфликтная карта. Поэтому большую-большую ссору в любви с любимым человеком вы тоже можете получить. И карты, естественно, просто вас об этом предупреждают, потому что вы можете, наверное, попробовать как-то этого избежать. Работа. Перемены на работе вас ждут скорее отказ от... Дословное значение карты, знаете какое? Отказ от... Опять перевернулась карта. Отказ от провала заранее обречённого плана. И вот подумайте сейчас, какие у вас планы? Прямо вот вслух можете произнести для себя. Какие у вас планы связаны с работой? Хорошо поработать и заработать. Заработать премию или авторитет. Поменять работу, найти работу, бросить работу. Занять новую должность и так далее. То есть планы и планчики у всех разные. Но так или иначе, восьмёрка кубков говорит, что вот какому-то вашему плану не судьба исполнится. А зачем такая карта появляется? А затем, чтобы вас предупредить. Вовремя понятая ошибка, вовремя брошенные усилия, прекращённые, очень сокращают энергозатраты ваши. То есть чем быстрее вы сдадитесь... Например, вот хорошо, простой пример какой-то. Ищите вы новую работу. У вас есть чёткий план покорить определённую должность в определённой крупной какой-то компании, может быть, госкорпорации. И вот вы ходите, обиваете пороги собеседования, без конца шлёте резюме, ищите там какие-то лазейки и так далее. Тратите много сил, времени. И это никак-никак не получается. В итоге идеально вам сработать по восьмёрке мячей... Кубков, простите. То есть бросить, уйти. Потому что вот она прямая какая карта. Видите, на прямой карте человек уходит откуда-то. Уходит грустный, но там новый горизонт. А здесь уже вот так он возвращается. Но возвращается дождь, пыль, грязь. То есть такая вот карта, знаете, что-то бросить вам, связанное с работой, надо. И легко это надо сделать, быстро надо как-то сделать. А главное, умудриться ещё об этом не пожалеть. Ай-яй-яй, как это сложно. Далее, партнёрские отношения. Ну, трудные. Всё-таки вот сочетание я вижу, что... С одной стороны, хорошо, что это активная карта, да, девятка жезлов. То есть, ну, партнёрские отношения будут. Давайте так, выдохнем. Это не пусто. Это личные отношения, это личная жизнь. То есть, ну, девятка жезлов. Да, какие-то, может быть, сложные разговоры. Может быть, вам чересчур придётся стараться ради поддержания брака или какого-то партнёрства. То есть, вам придётся больше вкладываться в то же самое новое знакомство, в какие-то новые отношения, которые только что с нуля начались. И девятка жезлов – это карта подвигов. Вот представьте себе, что мы недавно, да, с вами говорили про новый транзит лунных узлов. Вот мы говорили, что вот эти лунные узлы, раху и кету, зашли на партнёрскую ось в зодиаке. И, в общем, теперь все партнёрства подвергаются какой-то очень серьёзной переработке, перемалываются. И, ну, через трудности какие-то, здесь взаимопонимание идёт через трудности. Но карта всё равно не такая неразрушительная, не безнадежная. Ну, перевернулась, да, в каком-то смысле это потенцирует, это усиливает её значение. Может быть, вам много придётся стараться ради личных отношений, ради партнёрства, там, нового того же знакомства, да. И, может быть, какие-то усилия будут пустыми. Ну, в общем, сами разберётесь. А совет карты – отличиться, всё-таки не останавливаться. Ну, постараться ради любви-то или ради брака можно же иногда. Деньги. И вот снова, ведь иерофант – человек нежадный, нематериальный и очень такой возвышенный, и на деньги вообще не смотрит, не считает. Перевёрнутый иерофант, наоборот, это, знаете, как поп, который берёт взятки, например, да. То есть перевёрнутый иерофант – это как раз образ человека, который прикрывается высшими целями, а на самом деле грезит только о… Ну, это денежный дом, то есть здесь грезит только о презренном металле, только о деньгах, то есть такой жадный, безнравственный и так далее. И это и предупреждение, что вы можете встретить такого человека на жизненном пути. Да. Человека, который не побрезгует вас как-то обобрать. Но и хуже, если это ваш портрет. Опять, то же самое, как видите, у вас две карты в денежных домах. Жадность, которая наказывается, может быть, экономность, которая наказывается, и алчность, которая тоже ни к месту не нужна. То есть, в общем, откровенная какая-то такая картина. Ну, опять же, я так скажу, что предупреждение есть, но денег будет достаточно. То есть, это по заработкам, по прибылям – это хороший месяц. Вопрос только, как вы ими распоряжаетесь, скорее. Вопрос. Больше претензий к расходам, а не к доходам. Так, дальнюю дорогу, девятый дом, дальняя дорога или начало учебы. Вот что-то. Учеба, дорога, вера, вот такие вещи здесь. Дороги нету дальней. Скорее, если даже вы собираетесь, планируете ехать, жить, работать, учиться за границей, то у карты, говорят, все сложится, потому что уже все, в общем, многое решено, за все заплачено, но рекомендованы дороги только с меркантильными и какими-то денежными целями. Только такие. Поэтому, это может быть, здесь королева Пентакли, да, это может быть и учеба с целью повышения квалификации, например, или просто обучение какой-то новой работе, новой профессии, новым навыкам с целью, опять же, зарабатывать. То есть, учиться карты, ну, не так уж безупречно, как хотелось бы, да, но все-таки учиться карты вам разрешают, говорят, вступайте. А вот ехать куда-то внезапно и далеко, наверное, не надо. Карьера. Вместо карьера вам любовь предлагают? Карты или время? Ну, видите ли, раз это десятый дом, то мы видим любовь и карьеру тесно связанными. В самом примитивном случае это может быть любовь, какой-то роман с начальником, да, вот. Это может быть, опять-таки, какие-то партнерские, близкие отношения, там, и в бизнесе, это они совмещены и в бизнесе, и в любви. А еще двойка кубков – это возможность, тем более прямая, это возможность продвинуться в карьере посредством чьей-то прямой протекции. То есть, получите новую должность, можете, хотя с уверенностью нет, наверное, карты не говорят. Можете получить, если кому-то понравитесь, с кем-то конкретно, лично договоритесь, кого-то заинтересуете. Кстати, вообще, если есть такой вопрос, да, достижима ли какая-то должность или какое-то место, какая-то вакансия, то эта карта именно говорит, вот, достижимо, если сумеете понравиться какому-то вот строго одному человеку. Даже не то, что понравится, сумеете его заинтересовать, убедить его, что ему это тоже выгодно. Ну, собственно, понравится, это то же самое. Так, новое знакомство у девы. Знакомство новое у девы, да, принесут много беспокойства. Незнакомцев, если вы... Ну, одиннадцатый дом, он очень специфический, он многих, многих вообще не задействован, не интересует. Ну, для других я скажу, что в одиннадцатом доме ваши подписчики в соцсетях, ваши зрители, если вы выступаете, ваши, там, не знаю, поклонники, ваши клиенты, если у вас клиентский бизнес. То есть вот такой широчайший, неограниченный круг людей, с которыми вы не дружите, но так или иначе от них всё равно, от их количества хотя бы, да, если это подписчики или клиенты, от их количества вашей жизни зависит. Только беспокойство, только ненужные страхи, надуманные по большей части, но, в общем, ничего интересного, такого ценного, никакой крупной рыбы в этом смысле не придёт. И, в общем, двенадцатый дом, можно сказать, что очень многое сглаживает и извиняет, потому что действительно какое-то время девам достаётся беспокойное. А, кстати, знаете это почему? У меня даже есть своя версия. Дело в том, что, ну вот с точки зрения, опять же, астрологической традиции, где-то за месяц до дня рождения у любого человека, вот неизбежно открывается такой очень кризисный период. Потому что, ну, условно говоря, у вас должна, должен скоро открыться соляр, должна открыться новая жизнь. Соответственно, что-то в этой старой, в этом своём старом году вы должны закончить, исчерпать, ну и по традиции пострадать. Поэтому, если вы замечали, что вот этот месяц перед вашим днём рождения, ну он самый напряжённый, он вечно такой мучительный, он такой нервный. Поэтому, может быть, август для дев, для всех, это как раз вот тот самый месяц закрытия соляры. Да, есть открытие и закрытие соляры, но это мы придумали с вами и никому не скажем. Ну, несмотря на такие беспокойства этого времени, видите, что у вас всё-таки вы остаётесь очень здравомыслящим человеком, всё равно будете деньги считать, всё равно будете трудиться с каким-то хладнокровием, с каким-то самобладанием, с каким-то, и, в общем, с готовностью вот эти все разнообразные, так скажем, события в судьбе. Наблюдайте, принимайте. Мы рассказали вам здесь, опять же скажу так, что не самое спокойное время вас ждёт. И хочу один совет, карту совет достать вам из другой колоды, это Густав Дара называется. Так, отец совет для дев, прекрасный. Ох, ну, десятка мечей, друзья, ну что я сделаю, ну не выбирала же я эту карту для вас. Десятка мечей, это действительно карта кризиса. Да, ну, прекрасное есть выражение «ночь, темна перед рассветом». Вот для того, чтобы вот чуть попозже, в том же сентябре, а для вас вот этот новый рассвет, расцвет новой жизни настал, чтобы вот всё лучшее ворвалось и чтобы легче дышалось, вам сейчас пока в этом области надо где-то, ну вот, отстрадать. Знаете, то есть исчерпать, испить чашу какую-то, там, некую, да, она у всех своя, чашу вот эту до дна. И карта на самом деле, она описывает болезненные ситуации, потери, растерянность, разного рода крахи и кризисы. Но вот какой-то глубинный смысл карты очень-очень позитивный. Она говорит, что судьба, ну, как большой пылесос решила почистить вашу жизнь от ненужных планов, например, связанных с работой, от ненужных любовных дел и начинаний, от, может, от друзей даже каких-то избавить, или псевдо каких-то друзей, подчистить этот, этот кружок, эту ячейку. Поэтому, ну, вот так вот. Мы вас предупредили. И спокойное время. Вы же девы, вы со всем справитесь, потому что если не вы, то кто тогда. Спасибо. 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 Спасибо.